Наушников много на нашем столе, и надо нашим зрителям рассказать о наушниках. И в нашей жизни очень много наушников. Конечно, для меня, например, максимально простая история, это беспроводные наушники-капельки. Вы мне до нашего эфира сказали, что я вообще их должна выбросить. Почему? Опасны ли наушники? Это самый частый вопрос, который люди задают сурдологу на приеме. Нет. Наушники все абсолютно безопасны. Вопрос вот в чем. А почему же тогда говорят, что наушники опасны? Опасны ли наушники? Опасен уровень громкости, избыточный. Единственное, что вам нужно делать с точки зрения гигиены, слуха по громкости, это контроль уровня громкости на вашем устройстве. Большую часть времени мы все-таки используем телефоны. Во всех современных телефонах используются ограничения по уровню громкости. Не игнорируйте это сообщение. Давайте на живом примере это проверим, потому что мне хотелось бы, чтобы сейчас редактор определенный уровень звука дали в нашу студию. Частотный диапазон. Достаточно неприятное ощущение. А я, например, комфортно себя чувствую. Комфортно себя чувствуешь? Как будто сейчас взлетим. Ну вот мне сейчас становится неприятно. Но еще терпимо. 4 300. А Владимиру изначально стало не очень. Ну да. А вообще может дойти даже до 8000 Гц. Если человек слышит все 8000 Гц, то технически мы можем предположить, что снижения слуха у него нет. Но это вот все, это достаточно скрининговый метод. Почему? Потому что качество динамиков вашего телевизора или телефона или флажеты, из которого вы сейчас нас смотрите, оно всегда оставляет желать лучшего. Правильная диагностика слуха проводится в специальных условиях, когда человеку надевают откалиброванные наушники, берется прибор-аудиометр, который точно выдает именно ту частоту, которую требуется. И дальше врач-сурдолог проводит исследование, которое позволяет нам определить. Момент вот в чем. В интернете и в телефонах достаточно много приложений, которые могут сделать аналогичную процедуру. Можно ли это делать и нужно ли бежать в сурдологу? Ну так, если коротко, стоит ли на это ориентироваться или нет, потому что все-таки мы не ответили еще нашим телевизорителям. Ориентируйтесь на ваше субъективное ощущение. А по поводу наушников, самые безопасные наушники, это наушники с большим амбушюром, так называемые чебураторы. Почему? Потому что у них идет пассивная шумоизоляция, у них ушная раковина полностью работает, расстояние до барабанной перепонки минимальное. И еще очень важный момент. В наружный слуховой проход ничего не вставляется. Соответственно, нет движения засохших серных масс вглубь заново, и как результат не формируются серные пробки. Использование наушников по принципу затычек, кабелек, проводные и беспроводные, оно все-таки требует определенных условий. Продолжение следует...